В Ленинградской области прошел молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа Ладога. В нем участвовали более 700 молодых ученых, краеведов, исследователей, журналистов и волонтеров. Какой ценой досталась победа и кто сейчас защищает Россию? Тема патриотизма стала ключевой на форуме. Наша молодежь представила Архангельскую область на всех площадках. Подробности у Ангелины Парфеновой. Ладога объединила 750 россиян от 18 до 35 лет. Здесь представители патриотических объединений и движений, научных сообществ, краеведы, исследователи и журналисты. От Архангельской области 22 активиста. И работают они на всех восьми площадках форума. Никита Силин рассказал о своем проекте для слепых и слабовидящих детей. Эмограф, воплощая эмоции. Мы подключаем нейроинтерфейс на голову ребенку. И когда ребенок по шрифту брали, читают какое-то произведение, это может быть священное писание или стихи Есенина, сказка о царе Салтане. Мы считываем показатели головного мозга. И все эмоции можно разделить. В какой части коры головного мозга они образуются. И поэтому мы можем определить, что в данный момент, когда читают конкретную фразу, конкретное произведение, чувствует человек. Автор проекта также добавил, что планируют организовать выставки в Москве и Санкт-Петербурге. А также сделать картины трехмерными, чтобы их можно было оценить на тактильном уровне. Отметим, что все идеи, участвующие в конкурсе молодежных проектов, могут получить до полутора миллионов рублей. Программа «Ладоги» сформирована по трем основным направлениям. Гражданская и военная патриотика, история, а также профилактика в молодежной среде деструктивных настроений. Тема, которую в течение всех дней вы будете обсуждать, она правда сегодня очень востребована. И очень необходимо нам друг друга понять и говорить на одном языке. Мы живем с вами в непростое время. С активной молодежью встретился первый заместитель губернатора Архангельской области, руководитель администрации губернатора и правительства Ваги Петросян. Ребята рассказали про свои проекты и задали интересующие вопросы. У нас в правительстве региона какая-нибудь система. Наставники меня подготовят в работу правительства и потом в будущем еще и попасть в кадровый резерв. Я не то что поддержу, я настаиваю на том, что вы включились в этот кадрый резерв и поддержим. У нас и правда не хватает вот таких вот молодых ребят, которые хотят себя посвятить служению Отечеству. Здесь можно считать, что я сейчас выражаю какие-то пропулические мысли, но это чисто правда. Я говорю это абсолютно искренне. Потому что человек, который идет на госслужбу, он должен понимать, что это служба. Он служит своей стране. И я считаю, очень много допущенных ошибок, они, слава богу, не фатальны, но они связаны с огромными репутационными издержками для нашей страны. Вы посмотрите фильмы. Вот фильмы 90-х. Да и недавние фильмы. Там если чиновник, значит коррупционер. Они снимали целенаправленно, вот очерняли государственного служащего. Это же не так. Если бы это было так, у нас страны бы уже не было. Поверьте. Понимаете? И если я помню 90-е годы, когда страна стояла перед пропастью. Когда вот пессимисты говорили, что якобы могли там любого человека за бутылку Кока-Колу купить. Да? И страна могла просто перестать существовать. А почему она существует? Потому что есть честные госслужащие, которые сохранили эту страну. По итогам работы каждой площадки создадут методические рекомендации, которые найдут практическое применение в патриотической и образовательной деятельности. Я испытал искреннее чувство гордости. Сегодня мы обсуждали много треков, начиная от Петра I, заканчивая и духовным воспитанием, патриотическим воспитанием. Около девяти тем мы обсуждали. И по всем девяти темам наши ребята чемпионы. И самое главное, что у них горят глаза, и они настоящие патриоты Архангельской области. Напомним, что форум организовали Федеральное агентство по делам молодежи совместно с Комитетом по молодежной политике Ленинградской области при поддержке полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе. Благодаря! Сила! Людям! Ангелина Парфенова, Александр Богданович, Регион 29.